В этом видео я расскажу, как с помощью программы P3Tool можно подобрать пин-код для вашего автомобиля, чтобы у вас была возможность менять конфигурацию автомобиля. Для этого нужна программа P3Tool, зарегистрироваться на сайте, получить логин и пароль, подключить интернет к ноутбуку и диагностический адаптер DICE либо Mongoose Pro. Все пишут, что с Mongoose Pro работают в 2 раза быстрее. Я с помощью DICE смог подобрать за 15 часов пин-код. Для этого подключаем диагностику. Если у вас ключ стоит зажигание, достаем. Зажигание не понадобится. Запускаем программу P3Tool. Вводим свой логин и пароль. Программа авторизуется в интернете. Есть еще PXTool, это продолжение P3Tool. P3Tool это старая программа. Сейчас автор поддерживает только PXTool. Часто не с первого раза подключается. Возможно из-за того, что в гараже плохая связь. Вот сейчас подключилась. Я уже купил эту программу. У меня на счете 50 кредитов. Но обращаю внимание, для поиска пин-кода эти кредиты не нужны. В демо версии вы можете найти пин-код своей программы. А потом уже принимать решение, покупать ее или нет. В этом окошке написано, что шина CAN поддерживается. Два канала. Модель. Жмем подключиться. Показывает напряжение. Указывает на то, что CEM поддерживает чтение и запись. То есть возможен подбор и редактирование вашего блока управления. Переходим на вкладку P3CarConfig. Нажимаем Start-Stop. Здесь предупреждение, что этот процесс может занять до 24 часов. Вы можете в любое время остановить поиск пин-кода и продолжить в следующий раз. Программа записывает в отдельный файл место, с которого она остановилась. И потом в следующий раз вы можете продолжить поиск. То есть машина не повиснет, если у вас там есть свободных пару часов. Вот два часа поискали. На следующий день продолжили. Нажимаем Да. Все выключается. Все лампочки гаснут. Блок управления уходит в сервисный режим. И программа приступает к чтению памяти. В этой строчке пишется скорость, которую он ищет. Вот эта скорость 170 комбинаций в секунду и ячейка памяти, в которой производится поиск. На Мангус Про пишут скорость доходит до 500. У меня скорость 202 ключа в секунду была максимальная. Ну а также необходимо следить за напряжением аккумулятора. Для этого лучше подключить зарядное устройство к аккумулятору, чтобы он не высаживался. Если у вас аккумулятор бодренький, на два часа не обязательно зарядку подключать. Потом автомобиль запустили, минут на 15 он поработает, восстановит свой заряд. И можно продолжать поиск. После того, как пин-код будет найден, выскочит сообщение с вашим пин-кодом. Он в таком же формате, только ту комбинацию, которую подберет. И уже с помощью этого пина выводите сюда пин-код, читаете свою машину и можно будет менять параметры. Также у меня установлена виртуалка на Mac, как многие заметили. С помощью виртуалки поиск идет почему-то быстрее, чем если брать обычный ноутбук с Windows. На обычном ноутбуке с Windows скорость была 70-90 ключей в секунду. Тут 200 ключей в секунду. DICE у меня китайская копия, не оригинал. Возможно, на оригинальном DICE будет 250, как заявляет автор программы. Виртуалка Parallels. На этом, в принципе, все. А также автор критическое уведомление делал мне, что ни в коем случае не стоит программировать, то есть менять конфигурацию машины с помощью виртуалки, потому что можно сделать из CEM-а кирпич. CEM- это блок управления двигателем. Сделайте кирпич, и потом его будет очень сложно восстановить. То есть надо брать из натуральной винды, ставить эту программу. Сам, не знаю, лично не пробовал, но вот такое уведомление было. Если кому-то помогло, буду рад помочь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok